Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. На прошлой неделе мы с депутатом Сейма Любовью Шевцовой, которая сегодня у нас в студии, разбирали ситуацию с борьбой с отмыванием денег. И пришли к выводу, что борьба носит мазохистский характер, поскольку по масштабам замораживания ареста денежных средств в Латвии переплюнуло. Даже такие уважаемые офшорные юрисдикции, как Великобритания и Кипр. И этим не замедлила воспользоваться Литва, которая очень успешно начинает продавать на европейский рынок свои финансовые услуги, развивает общество финансовых расчётов. И в частности это выразилось в том, что по экспорту услуг вообще Литва опередила Латвию. И сейчас в её внутреннем валовом продукте экспорт услуг, в том числе финансовых, достигает уже почти четверти, почти 25%. В то время как у Латвии эта доля за 20 лет фактически не выросла. То есть в 2000 году она составляла около 16%, сейчас составляет около 18%. Но сегодня у нас необычный гость это Евгений Боровский, руководитель компании Petrohim International Careers, который занимается экспортом нефтепродуктов, масел и так далее на различные рынки. И которая столкнулась с капитальным ремонтом нашей финансовой системы, как потерпевшая сторона. На связи у нас Евгений Боровский по скайпу. Добрый день, Евгений. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, все. Итак, вашу компанию, как мы уже прочитали в некоторой латвийской прессе, угораздило буквально накануне ситуации с закрытием, приостановлением лицензии АБЛВ банка, открыть там счет. Как дальше развивались события и что, как говорится, что вы можете сказать по поводу этого капремонта с точки зрения лиц, которые в нем оказались потерпевшими? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, как мы, как нас угораздило открыть счет в АБЛВ. И коротко о компании. Компания зарегистрирована в 2004 году. Латвийская компания, подчеркиваете, да? Латвийская компания. Петрахим International Carriers, да, это СИЭА, она зарегистрирована в 2004 году. Она 15 лет не меняла свой юридический почтовый адрес. Вот в этом году было офисное здание продано, поэтому офис переехал на другую улицу в Риге. А компания является международным трейдером. Это важно, потому что компания не работает на внутреннем рынке Латвии. То есть, знаете, купля-продажа чего-то в долгах Пилсии и продажа, например, в Риге или еще где-то. А партнерами компании являются, ну, например, в Российской Федерации это Роснефть, это Башнефть, это Сибур, это Газпромнефть, это Лукоил и так далее. В той же Украине это основные сети автозаправочные. В Польше это Орлен, Кроношпан, бывший Лотос, Парафин, ныне Полвакс и так далее. Многие-многие производители специальных масел, которым мы через собственную инфраструктуру в Литве, подчеркиваю, собственную инфраструктуру в Литве, мелким оптом реализуем нефтепродукты. Но в Латвии, опять же, есть компании, с которыми мы активно работаем, это Латвия, Пропангаз, Интергаз. Компании 15 лет активной работы. И почему нас угораздило? Потому что как раз в период 2016-2017 год начались вот эти, знаете, истерики на банковском рынке, на банковском секторе. Когда, допустим, у нас когда-то, еще важный момент, был открыт счет в BNP Париба, Женева. Сегодня у нас счет в топовом банке европейском. Это, опять же, к вопросу последующему комплайнса, понимаете, да? Когда ты открываешь счет в топовом европейском банке, ты предоставляешь все от и до, как я люблю это шутить, даже анализ. К чему я все это? И началась вот эта истерика. У нас на тот момент был счет в Светбанке, мы открыли счет в Luminor. После этого был еще счет, был открыт в Luminor открыт счет в Rituma банке. Но какие-то банки что-то платили в какую-то юрисдикцию, какие-то что-то не платили, какие-то перестали платить доллары, какие-то перестали, в общем, обозначили огромное количество красных черт для платежей, абсолютно понятных, легальных и естественных для международного трейдинга. И вот об LV, абсолютно, на наш взгляд, адекватный и серьезный банк. И когда начался этот каскад, даже закрывали счета у многих партнеров и так далее. Мы там открыли счеты. Внимание, мы его открыли, сейчас подскажу вам, в августе 2017 года. В феврале 2018 он уже перестал функционировать. Мы просуществовали там тоже, важно, пять месяцев, всего лишь пять месяцев. Ну и все. Собственно говоря, произошло то, что мы все прекрасно знаем. Мы что-то пересказывали. Все знают дальнейшую историю об LV, его там последующая ликвидация, вот эти все наши переживания на эту тему. Ну, мы довольно быстро получили гарантированное государством 100 тысяч евро. Довольно быстро, абсолютно без проблем. Но далее все. Мы обращались два... О какой сумме идет речь, Евгений? О какой сумме, которая была заморожена в этом банке, идет речь? Сумма, которая на сегодняшний день заморожена в ABLV, 888 тысяч евро. И на каком основании? Что вам говорит банк или его администраторы текущие, ликвидаторы, не знаю, какая-то комиссия по поводу этих денег? На каком основании эти деньги вам не возвращаются? Мы два с половиной года пытались понять вообще, что происходит. Мы обращались, вот у меня перед глазами, к сожалению, нет, но мы обращались и в кабинет министров, и в Банк Латвии, и в ФКТК, и посредственно в сам банк. Ну, уже куда мы только не обращались с просьбой, пожалуйста, поясните, что с нашими деньгами. В конце концов, мы осуществляем деятельность. У нас из оборота вырвана значительная часть средств. Эти средства не работают. Начался последствий, начался вот этот ковид и все, что с ним связано. Контрагенты начали задерживать расчеты. Нам срочно понадобилась оборотная оборотка. Мы опять обратились, пожалуйста, поясните. Мы получили в ответ интересную историю. Оказывается, по мнению финансовой разведки Латвии, наш счет может быть причастен к процессу какого-то отмывания и регализации средств. Слушайте, у нас ежегодно проводится присяжный аудит. То есть аудиторы Латвии, лицензированные, это, кстати, стоит приличных денег, сидят у нас в офисе, держат в руках оригиналы документов, все пересматривают, все проверяют и так далее. И никогда, ни у кого, ни в банках, ни в комплайнсах, ни у аудиторов, ни у вида, ни у кого не возникло каких-либо подозрений. Мы начали наводить справки. А что происходит? Что это вообще? Что это за структура финансовая разведка? Вообще на каком? Что за подозрения? И на этом, кстати, основании заморожены средства, вот эти, про которые я вам сказал. То есть принято решение о замораживании денег, которые оказались заблокированными в банке после лишения его лицензии. Да, совершенно верно. И понимаете, в чем дело? Мы, конечно же, начали предпринимать все определенные меры, ну, разбираться, что происходит, как поступать в этой ситуации. Включили сразу наши юристы. Мы написали обращение, опять же, в прокуратуру, в эту финансовую разведку. Опять, ну, я не знаю, юристы работали. Евгений, извините, я вас сейчас перебью. Ну, вот давайте мы немножко поясним для слушателей, о какой деятельности идет речь. Ну, я понимаю, там, если бы вы занимались финансовыми услугами, то ваши аудиторы проверяли бы только ваши финансовые документы, ну, и какие-то счета, я не знаю, другие документы, которые подтверждают эту деятельность. Но вы физически перемещаете товар через границы, да, причем этот товар не пачками, не упаковками, не фурами, а железнодорожными вагонами. То есть, вот эти документы были предоставлены, и, ну, банк, и проверяющие структуры имели возможность ознакомиться именно с товарно-транспортными документами, которые подтверждают прохождение груза через границы? Ну, достаточно правильно вы меня, в общем, попросили конкретизировать, что такое международный трейдинг. Нашими партнерами, я объявляю с тобой, Роснефть, Роснефть, мы покупаем, например, 5, 7, 10 тысяч тонн жиженного газа. Этот газ в железнодорожных вагонах отгружается, например, там с Новокуйбышевской нефтехимической компании и передвигается по железной дороге через одну границу, через вторую, таможню. Принимает этот грузополучатель, например, в Украину. Почему я говорю в Украину? Потому что потом последующая наша история не связана как раз-таки с Украиной. он их получает, растамаживает, уплачивает акции, налоги и так далее. То есть, понимаете, что такое 10 тысяч тонн газа? Ну, это примерно, наверное, около 3 тысяч живых вагонов. Естественно, они перемещаются с документами. Это таможенная декларация, это СМГС накладные, это реестры вагонов, паспорта качества и так далее, и так далее. Оригиналы документов находятся в Риге, в том числе. Есть у грузополучателей, есть у железной дороги, есть в Риге офис. Я, к сожалению, из-за ковида не могу попасть сегодня в свой офис. Эти документы, конечно же, есть. Они сразу же были предоставлены, как только деньги были. Понимаете, нам очень просто было. 5 месяцев мы проработали в этом банке. Это не 5 лет и не 15. 5! Сделки, которые мы там осуществили, вот они. И они подтверждены вот этими документами. Пожалуйста, возьмите документы сразу, возьмите, изучите. Нам говорят, идет процесс ликвидации, пока не надо. У нас запрашивал в начале этого года Эрнст и Янг. Скажите, вот эти, вот эти, вот эти сделки. Мы сразу же предоставили все сопроводительные документы, ЖД накладные, контракты, дополнения. Ну, все, понимаете, сделка, она же не может как-то осуществляться в воздухе. Товары не перемещаются тоже как-то виртуально в воздухе. Это не какие-то услуги. Это не какие-то там виртуальные. Ну, понятно. То есть это не консультационные услуги, а это конкретные товары и в больших количествах. Конечно. Это абсолютно точно. Все это было предоставлено. Потом, когда вот эта финансовая разведка задала какие-то вопросы, она же там не напрямую их задала, она там так-то так кулуарно, через банок. Мы все предоставили. И генпрокуратуре. Вы понимаете, очень просто за пять месяцев все предоставили. Хорошо. Нам не за десять лет несложно предоставить документы, они у нас все в наличии. Хорошо. Евгений, подождите секундочку. Вот, допустим, да, вот у вас попросили документы, вы предоставили, и потом служба финансовой разведки написала вам какое-то письмо, решение, там, я не знаю, судебное или следователь его подписал, какой-то чиновник или деятель этой финансовой разведки, в котором он сформулировал, почему это решение принято относительно вас или нет. Нет, я вам скажу, я вам объясню. Именно служба финансовой разведки нам ответила, вы не находитесь в списке лиц, которым мы чего-то должны пояснять. А, вот так? А уже через некоторое время мы получили постановление от экономической полиции об аресте этих средств. Здесь, вы знаете, верх экономизма. Вот то, что я сейчас вам перечислил, здесь буквально указано в переводе на русский язык. Претензия А заключается в том, что сделки возможны без товарного покрытия с целью легализации средств, полученных преступным путем. То есть вот то, что я вам сейчас описал, да, движение вот этих товаров через границы, тысяч вагонов, жиженного газа, на секундочку, опасный груз, он везде отчитывается, огромное количество сопроводительных документов, все они были предоставлены вперед и уже предоставлены в процессе, и экономической полиции в том числе. Вы думаете, это как-то на что-то повлияло? Нет. Нам пишут, возможно, без товарного покрытия. Когда мы судье обжаловали вот это решение и предоставили ей тоже около тысячи документов, знаете, что нам ответили? Переведите, пожалуйста, это всё на латышский язык. Это, я извиняюсь, в криминальном процессе, который возбужден, это как? У Латвии нет присяжных переводчиков или что? Или Латвия не знает, что сопроводительные международные документы не пишутся на латышском языке? Ну, допустим, они потребовали у вас перевести документы, вы их таки перевели или нет? Нет, подождите, там тысяча листов. Тысяча листов – это сколько времени займет? Да. Это тысяча листов, это формальная затяжка времени. Это будет стоить 12 тысяч евро и 3 месяца займет, 3-4 месяца. А при этом срок назначен судьей 10 дней, наверное. Очень важный момент. Проблема-то, как оказалось, не у нас. У одного из наших контрагентов, с которым мы работали в том числе, и который с нами работал, в том числе, возникли вопросы с этой финансовой разведкой. Он якобы, я не знаю, якобы или так и есть, не отчитался за свои деньги. Откуда он их взял? Приобретение средств. К нему какие-то, возможно, есть вопросы или нет вопросов. Я не могу это комментировать. Это к нам никак не относится. Но учитывая то, что мы с ним имели дело, контракт. А эта структура занималась закупкой нефтепродуктов в сторону Украины. Закупала не только у нас. Закупала у Роснефти, у белорусских производителей, белорусской нефтяной компании, белоруснефти, розыри нафтан, я не знаю. Понятно. Ну, то есть вы попали... Это не является эксклюзивным каким-то каналом движения средств. Трейдинг. Мы продаем, кто-то покупает. Компания, к которой возникли вопросы, тоже покупала и продавала. Более того, у этой компании тоже был счет в АБ-банке. Она контролировалась. Я уже это опускаю. Должна была контролироваться. И ФКТК, и Банком Латвии, и вот этой разведкой, и, возможно, контрразведкой, и всеми остальными разведками вместе взятыми. И вот к этой компании якобы возникли вопросы. А вот мы, работая с ними, продавая им жиженый газ, видимо, по их версии, соучаствовали. И то, в простой, 888 тысяч евро, два с половиной года, СИА, латвийская, из оборота вытащены эти средства. Я могу так на вскидку сказать примерно, что это примерно около 50-80 тысяч евро ежегодных налогов в Латвии. В нашем обороте. Несложно посчитать, сколько налогов не получила Латвия. Ну, то есть, 70 тысяч в год, это примерно 200 тысяч за эти два с половиной года. Ну, поэтому, да, но я еще раз говорю, это примерно, потому что мы, знаете, деньги покупаем, например, масла базовые, там, я не знаю, парафины, жиженый газ, нефтехимию. Что, ну, понимаете, это может быть там 3 тысячи тонн, 2 тысячи тонн. Какая-то маржинальность из этого. С этой маржинальности это доход латвийского СИА. С этого дохода мы платим налоги. Угу, понятно. Все. Хорошо, Евгений. Отчуда собирается налоговая база. Значит, фабула такова. Мы ее поняли. И сейчас мы должны, наверное, разобраться в том, насколько адекватно проходятся вот эти следственные действия. И поскольку Любовь Швецова когда-то как раз занималась, ну, контролем за финансовыми операциями, работала в службе госзаходов в отделе расследования, руководила им, то вот как Вы можете, Любовь, прокомментировать, ну, как бы, фактическую сторону этого дела и предъявленные латвийской компании претензии? Насколько это адекватно сделано? Сделано ли это в рамках правового поля? Ну, наверняка сделано в рамках какого-то правового поля. Но каковы шансы, допустим, у правоохранительных органов доказать, что они правы в своих подозрениях? Ну, я бы сказала так. Это достаточно такой непростой вопрос. Почему? Потому что шансы доказать или не доказать что-то в следственном, в оперативной работе зависит от того, какая база доказательств, информации и аналитики подведена под этот конкретный случай. Я, как бы, всегда стараюсь по возможности максимальное большее количество информации проанализировать и получить прежде чем сделать вывод. В этом данном конкретном случае мы выслушали версию представителей белорусской компании, которая учреждена в Латвии, является резидентом налогоплательщиком Латвии, но работает на международном рынке и сотрудничает, и ее учредитель является гражданином инвестора. Но инвестор этой компании получается гражданином Белоруссии. Безусловно, тот факт, что так называемый капитальный ремонт повлиял и влияет, и, по всей видимости, будет влиять на инвестиции, на приток инвестиций в Латвию, это факт. То, что он влияет не по минимуму, а по максимуму, это тоже факт. Надо отметить то, что и во время проверки МОН и ВАЛ, и во время проверки ФАТФ, требований, в любом случае одной из основных претензий к Латвии была неэффективность. Именно неэффективность. Не то, что, скажем так, она не существует, проверка АМЛ рисков отмывания денег в Латвии, а то, что она недостаточно эффективно работает. К сожалению, латвийская исполнительная власть, финансовая разведка пошла по пути не точечного отбора и работы с рисками и с клиентами рискованными, пошла по пути массового, скажем так, уничтожения, ну, практически уничтожения данного сектора под лозунгом «очистим наш финансовый сектор и сделаем его прозрачным абсолютно», это тоже факт. Любовь, какова цель? То есть, вот налагается арест на денежные средства и конечной целью финансовой разведки является конфискация этих денег? Эффективность работы спецслужб и финансовой разведки должна была бы быть с минимальной утечкой информации и с максимальным количеством идентификация нечестных игроков, грязных игроков и их вывода с рынка. Пока то, что происходит и как оно всё происходит, это, я бы назвала это очень таким использованием ситуации в целях создания собственного личного какого-то имиджа, борца с грязными деньгами, борца с теневой экономикой, борьбы не только с экономикой, но и с нежелательными представителями, возможно, других стран, которые представляют экономические какие-то интересы. То, что это неправильно в корне и то, что такая борьба должна быть действительно и правильно организована только точечно и только в отношении тех, кто действительно занимается правонарушениями, ну, здесь нет никаких, наверное, я думаю, что и у представителей Белоруссии инвестора, он уже прекрасно понял, что получается, он сделал инвестиции в компанию, создал её, оплатил налоги и открыл счёт, в результате со стороны государства он получил пакет преследования по полной программе, когда не объясняется, на какой промежуток времени всё это замораживается, почему это замораживается, когда не даётся своевременного пояснения, какие документы кому нужно предоставить и какие вопросы дополнительные появляются. И потом понятие того, что если во время убийства тоже вы можете быть, как бы, вот вы живёте рядом в одном подъезде в соседней квартире, и вдруг произошёл какой-то случай, в соседней квартире кого-то там убили. Но это же не означает автоматически, что получается, что вы либо соучастник, либо вы убийца того, ну, кого там получается. Ну, в ситуации с этой компанией я вижу такой расклад, исходя из последних данных, что были приведены, что получается, его партнёр-получатель продукции, возможно, каким-то образом сбоку припёк, но не очень корректив. И у него, получается, к нему возникли вопросы. И только потому, что тот, кто получает его горючее, непонятно каким образом от других поставщиков, от других клиентов получал финансовые ресурсы, то теперь, получается, вопросы задаются дополнительные и более, скажем так, непонятные этой компании. Ну, что меня, например, удивляет, что если речь идёт о какой-то конкретной транзакции, у неё, наверное, есть какая-то сумма, да, там, платежа, которая между двумя партнёрами осуществлялась. Однако арест наложен на все, на весь остаток, как я понимаю, да, Евгений, который был в этот момент, да, в АБЛВ? Ну, это, получается, берётся... Так вы знаете, что самое интересное? Я вот Любовь сейчас слушаю, и тут пару ремарок, очень довольно любопытных. Вот эта компания, которая просто в постановлении чётко указана, понимаете, я же не фантазирую, а вот чётко указана, что 15 апреля, значит, уголовный процесс номер такой-то, то, возможно, такая-то компания не наша, и такая-то компания не наша, были использованы и так далее. Так вот, очень важный момент. Эти компании, они, эта компания закупала нефтепродукты у других производителей и трейдеров. К ним тоже будут вопросы, я так понимаю, как и к нам. Или это будут выборочные вопросы к латвийской компании, у которой удачно зависли деньги в АБЛВ? Ну, то есть, как бы, был бы человек, а статья найдётся. Были бы деньги. Были бы 10 поставщиков этой компании. И только у нас, я хочу акцентировать, зависли деньги в АБЛВ из этих поставщиков. Потому что остальные, это ещё раз повторюсь, там, БНК, белорусская нефтяная компания, Беларусьнефть, Роснефть. До них руки не дотянулись. Да, ну, очень удачно сложилось. И вот это вот, знаете, мы слушаем только мы, читаем, переведите на латышский язык. Вот мы видим, да, что сделка товарная, мы видим документы этой сделки, мы начинаем, так знаете, дистанцироваться. Переведите на латышский язык. А ещё лучше на латгальский какой-нибудь диалект. Диалект. Понимаете? И здесь очень важна ещё одна ремарка, которую тоже Любовь затронула очень правильно. Знаете, вторая претензия, по которой озвучено дословно. Значит, сама компания PetroHim International Carries, вот наша компания, где два физических лица, собственники, граждане Беларуси, офис в Риге, граждане Латвии, председатель управления, гражданка Латвии, в Литве, граждане Литвы, инфраструктура и так далее, да? Здесь, например, компания наша, которая 15 лет, многим признакам, значит, соответствует признакам подозрительных сделок. Таким как, ну, отсутствие перевозки и хранения товара на территории Латвии, это вообще смешно, потому что, например, если в Швейцарии международный трейдер зарегистрирован, я не видел, чтобы в швейцарских горах была какая-то инфраструктура. Это вообще, как бы, ну, знаете, этого не просто отсутствие компетенции, да, а просто отсутствие элементарных знаний в этом процессе. То есть, понимаете, есть громкие компании мировые, Витол, Global Energy Commodity and Resources, Глинкор, международные компании, Гунвард, Трафигура, они зарегистрированы в Швейцарии, некоторые зарегистрированы, допустим, там где-то в Бельгии, и у них там априори нет никакой инфраструктуры. У них может быть куплен, например, порт, кстати говоря, в Энспилсе, ну, перевалка, но и в Швейцарии ее нет. Вот это вообще смешно. Но самое главное другое. Должностные лица участников схемы, наша компания, которая 15 лет, это схема. Так вот, участники схемы, граждане России и Украины. Ну, во-первых, граждан России и Украины у нас в помине нет, в компании, и не было никогда. Были и остаются граждане Латвии. А во-вторых, скажите, с каких это пор граждане России и Украины являются признаком какой-то подозрительности, если это вот на этом основании теперь можно задерживать, арестовывать средства, каким-то образом воздействовать на компанию. А еще очень важный момент. Сейчас приходят запросы в банки Латвии, а дайте нам какие-то сделки по этой компании. Банки с круглыми глазами прибегают к нам, и в ужасе, что такое, что происходит. То есть нам сейчас надо ждать, что и латвийские банки в ужасе может закроют какие-то счета у нас, в дополнение ко всему. То есть речь уже идет и о имиджевых потерях, репутационных потерях. Понимаете? То есть тут какая-то и национальная история граждан России и Украины подозрительной. У нас их нет, подчеркиваю. Я не понимаю, при чем я скажу. Граждане России и Украины. Но они мимо вас проходили. Мимо вас проходили. Роснефть проходила мимо вас. И Башнефть. Там же граждане России руководят. Да, Роснефть проходила мимо нас. Но Игорь Иванович Сечин, при всем моем уважении, ни брат, ни сват, ни кум. Жаль, но не так. Да, нам тоже очень жаль. Хорошо. Мы можем попросить наших радиослушателей, может быть, задать свои какие-то вопросы. Мы их передадим Евгению, и он их услышит. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Но, честно говоря, вот такие суждения, ну я не знаю, следственных органов, или кого там, кто подготавливал этот документ для того, чтобы послать человеку, в котором присутствуют расовые моменты, непонимание сути международного бизнеса и товарно-транспортных операций. О чем это говорит? Что вот сейчас, допустим, у нас арестованы какие-то миллионы, и мы ждем, так сказать, справедливого расследования, ну и, наверное, ну хотя бы как по британскому стандарту, да, сколько там, 76% Британии возвращает денег из тех, которые она арестовывала, да, то есть, ну 25% она все-таки конфискует. То есть, чего нам в этой ситуации любовь ждать? Того, что реально будут наказаны, так сказать, лица, которые занимались неблаговидными делами и там нечестным грязным бизнесом, или Латвия станет субъектом множественных исков против, там, государства за неправомерное действие его структур в отношении бизнеса, в том случае, если вина этого бизнеса, пострадавшего от их действий, будет не доказана? Короткий комментарий по поводу будущего господина Сечина. Боюсь, что оно достаточно туманно. Может быть, и хорошо, что он не в родственниках. Это так, шутка. Если серьезно, конечно, то нужно понимать, что происходят процессы, которые геополитически политизированы. Исполнительная власть пытается под юридические документы, подтянуть очень некорректные аспекты, которые имеют экономическую подоплеку и достаточно некорректно обосновывая, по всей видимости, как раз недостаток оперативной информации и доказательственной базы. Это факт однозначно. Если факты, которые привел Евгения, подтверждаются в результате оспаривания в суде и в результате оспаривания в дальнейших инстанциях. Если говорить концептуально и конкретно более с политической точки зрения и с точки зрения развития народного хозяйства и будущего народного хозяйства, такая ситуация с инвесторами и с компаниями, она, мягко говоря, некорректна. Почему? Беларусь занимает значимое место в развитии латвийской экономики и как партнер по сотрудничеству. Почему? Потому что я являюсь участницей парламентской группы сотрудничеств Беларуси и просто-напросто периодически прошу проанализировать результаты сотрудничества и объем. И согласно данных, то экспортно-импортные операции входят в десятку основных партнеров по сотрудничеству, так же как Россия, кстати. Несмотря на геополитические риски и конфронтацию и дискуссии, в любом случае Россия и Беларусь, в том числе и Украина, являются партнерами экономическими, что немаловажно. Латвия уже запорола транзит, транзитные отрасли. Латвия уже самостоятельно, благодаря политикам, уничтожила и включила в список американских санкций венский порт на Новый год в этом году. В прошлом году на Новый год, как вы помните. То есть это был такой подарок экономике. В результате обороты портов падают, обороты железной дороги падают. В результате сейчас правительство дополнительно присваивает деньги из денег налогоплательщиков, из денег по инвестициях, инвестиции Европейского Союза из-за заемных денег в то, чтобы поддержать дышащие на ладан отрасли. Ту же самую железную дорогу, те же самые аэропорт. В результате финансового ремонта, капитального ремонта получается, что инвесторы получают негативные сигналы и дополнительные стимулы мотивации уходить с латвийского рынка, выносить, выводить отсюда инвестиции, выводить отсюда бизнес. Безусловно, в это время понятно, что соседи не дремлят и как бы перенимают перспективные направления, перспективных партнеров. Бизнес вообще как ртуть, он очень живой. Если где-то у него правильно, Евгений сказал, что они выбирали тот банк, который обслуживает наиболее максимальное количество услуг оказывает, и которые оперативны, и которые своевременны. Если ты не можешь получить пакет этих услуг, ты переходишь в какую-то другую страну. Не зря появляются австрийские компании и банки, которые предлагают своих представителей по обслуживанию финансовых операций банков здесь, в Латвии, для серьезных компаний. И в результате получается, что в любом случае эти деньги за услуги, они не останутся в Латвии, в латвийском бюджете. Это не будет зарплата людей, это не будет увеличение... Былового продукта. Ну, потребление населения, это не будет стимула услуг здесь, внутри в Латвии. Ничего хорошего это не окажет. Просьба судьи о том, чтобы перевести тысячу страниц на латышский язык, ну, конечно, формально, возможно, она формально придержалась буквы закона, и действительно, но в реальности, понимая специфику бизнеса и специфику как бы таких сделок, то получается там наверняка в документах, я допускаю, я не могу предвидеть, я допускаю, что там в основном цифры и обозначения, которые соответствуют международным стандартам по соответствию конкретному товару. То есть, получается, такие вещи, они международные, их даже перевести нельзя. То есть, можно понять иронию и негативный такой осадок после такого требования. Почему? Потому что бизнес прекрасно понимает, что судье все равно на самом деле, что там написано, она просто тянет время для того, чтобы найти причину, как потянуть время для оставления ареста на данные финансовые средства. Я допускаю, что действительно процедура преследования данного предприятия будет длиться до тех пор, пока как бы не будет более серьезного предаргумента или обращения в международные какие-то институции со стороны потерпевшего для того, чтобы восстановить свой статус кво. И в этой ситуации явно понятно и видно, исходя из того же Лэмса и сообщение о том, что в уголовный процесс просто притягиваются геополитические аспекты, которые очень негативно влияют на данную конкретную экономическую ситуацию, которые имеют и долгосрочные последствия. Почему? Потому что, по всей видимости, это наверняка не один случай, а такие случаи много и будет большее количество предприятий, которым шаблонно будут писаться решения и шаблонно будут и замораживаются средства. И в результате все это создает картину того, что нужно… Это сигнал конкретному бизнесу, конкретным категориям инвесторов о том, что здесь не имеет смысла продолжать бизнес, к сожалению. Евгений, время нашей передачи подходит к концу. В двух словах могли бы сказать, ну, какие ваши планы? Планируете вы судиться? Планируете ли вы оставить предприятие в Латвии или свернуть его деятельность, перейти там в Литву, там, где у вас есть, например, инфраструктура? Ну, понятно, что вам сильно испортили настроение и вообще наплевали в суп, можно так сказать. Что дальше будет? Вы знаете, нам настроение портят довольно регулярно. И не только Латвия? И вопросы, знаете, когда занимаешься бизнесом столько лет, испорченное настроение – это нормальный спутник жизни. Другой вопрос, что вот я хочу сразу конкретизировать – знаете, вот нас инвесторами, наверное, можно назвать довольно с натяжкой. Почему? Мы в Латвии на ноги становились. Компании 15 лет. Мы не принесли сюда какие-то миллионы или даже там сотни тысяч. Мы пришли с абсолютно, там, знаете, по меркам бизнеса в далекие годы. – Как новички. – Копейками. Мы развивались на глазах Латвии. Это картина, которая легко, понятна и прозрачна. Аудит ежегодный. Знаете, это же не просто там кому-то там на словах что-то сказал. Это люди, которые лицензией отвечают за то, что они держат в руках. – За что подписываются. – И доверяют. Так что наша большая уязвимость, как оказалось в Латвии, вот именно эта – открытость, прозрачность, аудитированность и то, что наши деньги, они в Латвии, а не, знаете, где-нибудь там в островах каких-нибудь. Соответственно, раз мы здесь, это наша уязвимость. Естественно, знаете, вот после таких вещей, конечно же, знаете, любое их право. Мы же не мазохисты на самом деле. Сидите дальше, вот это вот. А вот нам еще получше. У нас, знаете, налоговая база в Латвии, она же не маленькая. 25% в сумме. А в давнем прошлом, получая дивиденды в Латвии, мы еще 3%, ну, учитывая разницу в налогах, уплачивали в Белоруссии. Мы живем с дивидендом. 28% – это то, что мы отдавали двум государствам. Слушайте, неужели мы, вот действуя именно таким образом, ошиблись в выборе концепции? Конечно, мы будем сейчас смотреть Эстонию, которая предлагает адекватные довольно подходы к трейдингу. Заметьте, в Эстонии начался скандал с банками. Данске, СЭП, потом это как коронавирус перекинулось в Латвию, СВЭД и так далее, Литва там что-то было и так далее. Но эстонцам хватило ума отделить мух от котлет. Будем смотреть туда, будем смотреть, может быть, я не знаю, Швейцарию. Литва, само собой, у нас там инфраструктура, мы не возьмем ее под ручку и куда-то не побежим. Это по версии латвийского специалиста, у нас нет инфраструктуры. Хорошо бы изучить того, с кем ты работаешь. Имеешь дело. Хорошо, спасибо. Сегодня в программе «Подоплека» был руководитель компании «Петрахим International Careers» Евгений Боровский, который, ну, можно так сказать, у которого, у его компании заморозили почти 900 тысяч евро в АБЛВ и сейчас выдвигают обвинения в том, что он не занимался товарно-транспортной деятельностью, тогда как количество перемещаемых вагонов с грузами для его компании измеряется тысячами. Вот. И компанию комментировала депутат Сейма Любовь Швецова. Программу провела Людмила Прибыльская, режиссер студии Родион Золотарев. И до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok